Всем привет! С вами Берсика! В этом видео я сделаю обзор на спортивную Эбби Roller Maze! Роликовая Эбби появилась в моей коллекции совершенно внезапно! Это подарок от моей подписчицы Саши! Старые коллекции встречаются достаточно редко, поэтому, Саша, большое тебе спасибо за такой неожиданный и приятный сюрприз! Очень здорово, что кукла новая, в коробочке! Признаюсь, от старых коробок я получаю особенное тактильное и визуальное удовольствие! Я коробочный консерватор! Перед нами узкая прямоугольная коробка, имеется небольшой скошенный край, коробка выполнена в черном цвете с желтым декором. Желтая застежка-молния формирует рамку в форме гробика, а желтые зигзаги обозначают трассу, исчерченную роликовыми коньками. На передней стороне есть герб Монстр Хай в желтой окантовке, надпись Монстр Хай, указанное имя героини Эбби Боминейбл, рядом с именем мы видим логотип коллекции, это роликовый конек с подтеками. В данном случае это русифицированная коробка, также я видела в интернете другие варианты коробок, где рядом с именем Эбби было также указано ее происхождение, дочь Йети, а около логотипа было указано название коллекции, Skulltimate Roller Maze. В правом нижнем углу мы видим динамичный арт-героини, на этом арте красотка Эбби мчит по роликовой трассе. Мне лично бросается в глаза, что на этом арте волосы кажутся длиннее, чем у куклы, а также отличается цвет ее шлема и ожерелье по сравнению с кукольными. На задней стороне коробки есть две картинки, эдакие фотокарточки, верхняя из них иллюстрирует Эбби, собственно, это тот же самый арт с передней стороны коробки, только его уменьшенная версия. Вторая картинка это групповое фото всех девчонок, они здесь находятся на роликовой трассе, очень красивые и настроенные на победу. Далее нам с вами предлагают прокатиться с ветерком, управляя одним из своих любимых персонажей, а именно поиграть в игру, которая доступна на Wii, Nintendo 3DS и на Nintendo DS. Кстати, в комплекте с куклой эта игра не идет, ее нужно приобретать отдельно. Помимо всех этих атрибутов, на задней стороне американской коробки также есть личная цитата Эбби в этой коллекции, быстрее, чем убегающий в панике як. Кукла располагается на фоне яркого черно-желтого задника в полоску. Несмотря на то, что по размеру коробки данная коллекция бюджетная, по своему содержанию она достаточно продуманная. Есть дополнительные аксессуары, такие как картонная карточка Эбби, шлем, роликовые коньки и самое главное, у Эбби есть подставка, причем она позитивного зеленого цвета. Кстати, зеленые подставки это фишка коллекции Roller Maze, они такого цвета у всех кукол. Единственное исключение это, пожалуй, сет Эбби и Гулли, так как он идет без подставок. Еще меня позабавило, что в этой коллекции кукла босиком, а ее обувь, а вернее роликовые коньки, прикреплены отдельно к заднику. Яркая зеленая подставка очень подходит к образу, Эбби здорово смотрится с ее волосами, с ее аутфитом, но также хочу отметить, что ее роликовые коньки достаточно устойчивы, в связи с чем кукла может стоять даже без подставки. Картонная карточка, которая идет в комплекте с Эбби двусторонняя. С одной стороны изображен арт Эбби крупным планом, логотип коллекции, ее имя, а с другой стороны мы видим арты других героинь коллекции, крупным планом это Аперетта, Фрэнки, снова Эбби и Лагуна. Коллекция Sculptimate Roller Maze была впервые представлена на Toy Fair 2012, летом того же года первые куклы поступили в продажу. В коллекцию входят шесть персонажей Фрэнки, Аперетта, Гулия, Лагуна, Эбби и Клодин. Кстати, Гулия и Эбби продаются как в сете друг с другом, а также по отдельности. Честно признаюсь, до появления Эбби на моей полке я была достаточно холодна к этой коллекции и особенно не приглядывалась, поэтому если бы Саша не прислала мне Эбби, то вряд ли бы у меня вообще когда-нибудь появилась кукла из коллекции Roller Maze. Сейчас, когда я изучила эту коллекцию, мне даже очень сильно понравилась Гулия, особенно ее шлем, очень здоровский, и еще Аперетта ничего такая. Всем известно, что в школе монстров уважают спорт и командные игры, поэтому коллекция Roller Maze это не первая коллекция, связанная со спортом, ей предшествовала коллекция Outfit of Scream Uniform, а также кукольная коллекция Go Monster High Team. Данная коллекция запечатлена в полноценном полнометражном 3D-мультфильме, который называется Friday Night Frights или по-русски Крик в пятницу вечером. Также эта коллекция засветилась в видеоигре, которую, помните, я показывала вам на задней стороне коробочки. Sculptimate Roller Maze это вид спорта в школе монстров, что-то вроде смеси нашего спид-скейтинга и экстремального катания на роликах. Это скоростной забег по лабиринту на роликах с попутным преодолением опаснейших препятствий и ловушек. Основная цель помочь хотя бы одному товарищу из команды первым достичь финишной черты. Очередной проигрыш заставил мальчиков школы монстров опустить руки. В итоге девчонкам пришлось взять инициативу на себя. Работая в команде и помогая друг другу, они за очень короткий срок стали настоящими профи и в итоге победили в финальном турнире. Они разрушили стереотип, что эта игра только для парней, на финальный чемпионат они прихорошились по полной, макияж, прическа, аутфиты, как раз те, которые мы видим в этой коллекции, все было продумано до мелочей. А помогла им в подготовке Робека Стим, которая дала им очень важный совет. Для того, чтобы победить парней, нужно играть как девчонки. Робека Стим, между прочим, легенда этой игры и первая девчонка, сыгравшая в нее. В игре Эбби часто использует свои способности к замораживанию, к делу относится с самоотдачей, не отлынивает. Хотя поначалу она достаточно скептически относилась к этому виду спорта, недооценивала его опасность и сложность. Кстати, в заставке мультика Эбби появляется вместе с Гулией, ведь неспроста они вышли друг с другом в одном сете. В русской озвучке мультфильм называется Крик в пятницу вечером. Крик это сокращенное название игры, о которой идет речь, а расшифровывается оно как Костоломный роликовый кросс. Костоломный звучит очень жутко, хотя соглашусь, что перевод достаточно подходящий. Игра такая опасная, что в ней запросто можно все кости переломать. А если говорить о дословном переводе, то Skulltimate это скорее всего игра слов Skull, то есть череп, и Ultimate предельный максимальный, Roller это роликовый, а Maze это лабиринт. Многие ожидали релиза Дракулауры и Клео в этой коллекции, ведь в мультфильме они появляются в роликовых аутфитах, однако таких кукол не выпустили по сей день. Особенно меня удивляет этот момент по отношению к Дракулауре, ведь она одна из главных героинь мультфильма, она есть на обложке видеоигры. Кстати, кое-кто заморочился и самостоятельно дополнил коллекции Roller Maze, создав кастомы этих кукол Дракулаура и Клео Roller Maze. Вполне неплохие, кстати. Как я уже упоминала, Эбби и Гулия в этой коллекции были выпущены как по отдельности, так и в сете. Причем сначала был выпущен сет, а потом выпустили уже отдельную Эбби. Мне удалось выяснить, что Гулия отдельно и Гулия из сета идентичны, в то время как Эбби отличаются. У первой Эбби из сета есть люрекс в волосах, у моей Эбби его нет. У первой Эбби розовые наколенники непрозрачные, а у моей полупрозрачные. Отличается также форма шлема, длина волос, у моей Эбби они чуточку короче, также отличается печать глаз. У моей Эбби глаза более узкие, и печать ее глаз скорее похожа на печать глаз у Эбби Skull Shores, а также у базовой Эбби первого выпуска. На этот раз у Эбби короткие волосы, прическа Каре. Видимо, она подстриглась для удобства тренировок. Волосы разделены на прямой пробор, они достаточно сильно залачены и формируют такой прям колпачок, надетый на голову кукле. Мягкость волос можно ощутить только на макушке, в остальных частях они достаточно твердые. Также здесь можно подглядеть прошивку, она у Эбби хорошая. Цвет волос привычный для Эбби платиновый блонд, однако добавлена парочка зеленых контрастных придей под цвет подставки и некоторых частей аутфита куклы. Кстати, зеленые прядки это тоже фишка коллекции Roller Mace, и они есть у всех кукол. Никуда не делись привычные для Эбби внутренние пастельные прядки голубого, сиреневого и розового цвета. Однако пропал люрекс в волосах, у Эбби он меня совсем не раздражает, поэтому жаль, что у этой куклы его нет. Головка на ощупь твердая, я бы даже сказала очень твердая, это говорит о том, что внутри много клея, несмотря на то, что кукла сделана в Китае. Лицо Эбби, как и ее тело, по традиции покрыто инием блесток. Посмотрите, как сильно отличается печать глаз моей новой Эбби и двух предыдущих девочек из моей коллекции. Самое главное отличие в том, что глаза у моей новой Эбби более узкие, они расположены близко друг к другу и на одной линии, внутренние уголки не опущены вниз. Из-за этого взгляд новой Эбби кажется каким-то отстраненным, а лицо в целом более грубым. Если выбирать между тремя девочками, то мне кажется, самая милая и удачная печать глаз у Эбби Скориш. Но, несмотря ни на что, лицо у этой Эбби очень красивое. Мне особенно нравится макияж, то, что он такой яркий и радужный, как, в принципе, и вся коллекция. Радужка глаз по-прежнему сливово-розовая. На верхнем веке идет тонкая полоска розовых теней, затем идет полоска светло-сливовых теней, снизу имеется полоска лимонно-желтых теней. Черные длинные ресницы есть и в верхней и нижней части глаза. Брови темно-сливового цвета с изгибом. Губы страстно-алые, с характерными белыми клычками на верхней губе. На шее у Эбби ожерелье с кристаллом цвета розовой жвачки. Оно полупрозрачное, и это то самое ожерелье, которое поддерживает вокруг Эбби комфортную прохладную температуру. С задней стороны у ожерелья имеется разрезик. Это точно такое же ожерелье, как у базовой Эбби, у Эбби Dot Dead Gorgeous, у Эбби Скориш, а также оно есть в одном из фэшн-пэков To How For. В принципе, это единственное украшение Эбби, браслетов и сережек у нее нет. Outfit Эбби представляет собой простое, но при этом достаточно дерзкое короткое платье светло-голубого цвета с розовым принтом кубиков льда. Кстати, принт осколков льда очень часто встречается на одежде этой куклы. Платье на одно плечо, в верхней части есть отделка тонкими зелеными лентами. Далее идет черная сетка, похожая на рыболовную. Она покрывает часть платья, и ее нижний край словно небрежно порван и выглядит таким потрепанным. На ощупь эта сетка шершавая и не очень мягкая. Платье на липучке до талии. Теперь перейдем к спортивным аксессуарам. Один из них это шлем. На таком костоломном кроссе безопасность превыше всего, и шлем носить просто обязательно. У Эбби шлем синего цвета, он немного прозрачный и выполнен в форме иглу. Это такое жилище эскимосов, сделанное изо льда. Со шлема по всему периметру словно свисают сосульки. А застежки выполнены в форме снежинок. Одна из них по умолчанию прикреплена к шлему, является его частью. А другую нужно закрепить самостоятельно, вставить в эти два отверстия. Обратите внимание, что на шлеме есть молдированная снежинка. Из-за этого прикреплять и закрывать шлем очень удобно. И держится это все на голове куколки хорошо. Я слышала, что у первой Эбби шлем был просто ровный, и закреплять его было не так удобно. На ногах у Эбби еще один элемент защиты. Это полупрозрачные розовые наколенники с выпуклым черепком Monster High. При этом черепок тоже в шлеме. На шлеме у него есть тиснение герба школы монстров. А на мордашке черепка можно заметить пластырь, видимо, от полученных ушибов. С задней стороны имеется большой разрез. На коленек легко снимается с ножки и надевается обратно. При этом держатся они хорошо и не спадают. А теперь самая любимая часть аутфита этой куклы, ее роликовые коньки. Такие ролики также называют квады. Они четырехколесные, два колеса спереди и два сзади. По большому счету, это всего лишь пара кроссовок на танкетке, установленных на платформы квадов. Колеса полупрозрачные черные и зеленые, и на двух ботиночках цвета чередуются в шахматном порядке. На каждом колесе имеется тиснение герба школы монстров. Подошва и танкетка белого цвета, по форме напоминает заснеженный айсберг. Сами ролики полупрозрачные розовые, в верхней части имеется тиснение пушистого меха. Также на каждом ботинке можно разглядеть шнуровку и по две висюрки с помпонами. С передней стороны у роликов есть тормоз, который тоже очень интересно проработан. С задней стороны у роликов имеется разрез. Не знаю, насколько удобно кататься на такой высокой танкетке, но цель сделать образ максимально девчачьим точно достигнута. Ролики милейшие. Кстати, колеса реально крутятся. И, соответственно, кукла вполне себе может кататься на роликах, и это делает ее отличной куклой для игры. Я люблю персонажа Эбби, и я люблю кататься на роликах. Хотя, честно говоря, получается у меня не очень. Я могу завалиться буквально на ровном месте, мне даже препятствия для этого не нужны. Саша, большое спасибо тебе за эту спортивную льдинку. Признаюсь, симпатия к ней пришла ко мне только после распаковки. До этого я как-то была к ней холодна. Сейчас я присмотрелась и считаю, что это довольно-таки простая, но при этом интересная куколка. А еще меня очень радует то, что она может кататься на роликах. Уху! Пишите в комментариях, какие куклы из коллекции Roller Maze есть в вашей коллекции. И обязательно напишите, какая из них ваша любимица. Чаще улыбайтесь, любите котиков, пока-пока!